Здравствуйте, друзья! Это программа «Лучший город Земли». Меня зовут Дмитрий Шакин. И сегодня мы поговорим об одном очень интересном человеке, имя которого Юл Бринер. Но обо всем по порядку. Мы уже как-то рассказывали вам о том, что в Владивостоке сохранилось 22 старинных дома, которые украшают скульптурные детали в виде человеческих лиц, птиц, драконов, грифонов и львов. Так вот, в архитектуре такие детали называются маскароны. И для города Нашинского эта вещь, ну, довольно редкая. Сегодня мы с вами прогуляемся на Алиутскую 15 к еще одному дому, украшенному маскаронами. Когда-то очень давно дом на Алиутской 15 был семейным особняком одного из крупнейших предпринимателей Дальнего Востока Юлия Ивановича Бринера. Северный фасад его дома украшен символами мудрости и знаний. И если пересмотреться повнимательнее, можно увидеть стилизованное изображение сов над декоративными скульптурными вставками. Как вы, наверное, знаете, в этом доме жил и знаменитый голливудский актер, уроженец нашего города Юл Бринер, внук основателя династии Бринеров. Его памятник перед зданием был установлен лет пять тому назад. Юл Бринер родился в Владивостоке 11 июля 1920 года и был крещен Свято-Николаевской церкви протеерием Иоанном Шалином. Крестами были потомственный почетный гражданин Александр Алексеевич Старцев и потомственная дворянка Нина Юлиевна Остроумова. Юла Бринера ожидала большое будущее, и о его актерских работах мы еще обязательно расскажем. Но сейчас давайте вспомним еще и о том, что полвека тому назад, в 1967-м, Юл Бринер и знаменитый цыганский певец Алеша Дмитриевич решили записать пластинку цыганских песен и отправились в Вену, в одну из известных студий, где работали всю ночь. Также в записи пластинки принимал участие французский гитарист Серж Кампс. Да вот что еще интересно, Бринер и Дмитриевич были знакомы много-много лет, и дебют Юла Бринера как исполнителя цыганских романсов состоялся еще в июне 1935 года в Большом Парижском кабаре, где он пел в сопровождении 30 гитар, и тогда ему еще не было и 15 лет. Но вот полвека тому назад, в 1967-м, пластинка под названием «Цыган и я» получилась очень искренней и неплохо продавалась. Фрагмент этого диска завершает нашу сегодняшнюю радиоэкскурсию, но к творчеству Юла Бринера мы еще обязательно вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok